В последние годы в России, как отмечают эксперты, уменьшается число взрослых инвалидов. Но, к сожалению, растет число детей с ограниченными возможностями. На начало года в стране было почти 700 тысяч детей с той или иной инвалидностью. При этом структура болезней детей, которые приводят к инвалидности, существенно отличается от заболеваний взрослых. У старшего поколения на первом месте болезни системы кровообращения. У детей больше заболеваний, связанных с расстройствами нервной системы. Подробнее о проблеме расскажет Любовь Пермякова. В нашем регионе количество детей с инвалидностью, к счастью, не увеличивается, в отличие от показателей общероссийской статистики. Об этом нам рассказала уполномоченная по правам ребенка в Нинистском округе Галина Гуляева. Вот у меня две циферки на сегодня есть. Это пенсионный фонд дал мне статистику. Это 222 ребенка на сегодняшний день. Отделение соцзащиты дало 202 ребенка. То есть 20 детей разница. В том году было примерно так же, поэтому говорить о росте, наверное, не приходится. В округе большинство детей инвалидов имеют заболевания, связанные с психическими расстройствами. На втором месте врожденные аномалии, на третьем – болезни нервной системы. Медики бьют тревогу, ведь с такими проблемами сталкиваются и родители современных школьников. Согласно статистике, около 70% учащихся имеют психологические проблемы, а также нервные расстройства. Много детей, которые находятся в группе риска, есть и у нас в округе. Сейчас очень много деток, которых мы наблюдаем, которые рождаются с явлением какой-либо легкой гипоксии, не имеющей под собой выраженного органического поражения нервной системы или неврологической симптоматики, то есть в виде порезов. Такие расстройства в поведении у детей, по словам врача-невролога Каролины Князева, можно корректировать. И это не обязательно с помощью медикаментозного вмешательства. В большинстве случаев помогает работа с психологом, неврологом и, конечно, большая помощь самих родителей. Как-то влияет сегодняшний ритм жизни на это? Или что они постоянно в телефонах, в планшетах? К сожалению, да, сейчас очень много стало именно неврозов детского возраста, когда не соблюдается определенный режим, когда дозволяется большое воздействие на эмоциональную сферу, на зрительную сферу компьютеров, смартфонов. У тех деток, по моей статистике, кто за 10 дней лечения моего наблюдения отменяет смартфон или дозирован по полчаса, два раза по полчаса, идет заметная положительная динамика. И я наблюдаю ребенка, и родители говорят, что улучшается и сон, и поведение, и настроение. Раздражительность неврозы, нарушение зрения, сна, осанки – это только часть заболеваний, которые ребенок может получить от чрезмерного использования гаджетов. Чтобы сохранить здоровье детям, врачи советуют не только ограничивать время пользования компьютеров, но и контролировать сайты, которые посещает ребенок, исключить из интернет-рациона агрессивные игры, а по возможности больше времени проводить на свежем воздухе. Любовь Пермякова, Лениц Шишелов, Телеканал «Север».